Доброго времени суток! Данное гадание для Натальи. Наталья, смотрите, поскольку вы обратили внимание на расклад подноготная человека, я хочу дать небольшое пояснение, немножко усовершенствовать в соответствии с вашей индивидуальной ситуацией расклад. Почему? Потому что подноготная человека это скорее его качество, его характеристика личности. А я в данном случае считаю необходимым делать расклад на судьбу ваших отношений. То есть это тоже большой расклад, он на тех же условиях делается. И при этом мы смотрим подноготную именно его отношение к вам. То есть не просто его как личность, а его проявление, его чувства, его мысли именно в соответствии с тем, как он воспринимает вас и что он к вам испытывает. Поэтому первое, что мы смотрим, это вообще зачем в вашей судьбе появился этот человек и что вам с ним по судьбе. Смотрите, первое, что мы смотрим, это что вам по судьбе с этим человеком, что ему по судьбе с вами в этих отношениях, что не по судьбе вам и что не по судьбе ему в этих отношениях. Его мысли по поводу отношений, то есть не конкретно о вас, а вообще об этих отношениях. Насколько серьезно его отношение к вам, насколько важна та связь, которая есть между вами. В ближайшие полгода наиболее значимые события для вас в этих отношениях и наиболее значимые события для него мы тоже просматриваем. То есть, что может быть основное, самое важное, самое оставляющее след в этих отношениях. Ну и, соответственно, расклад на ближайший год или до конца года, скажем так, это оптимальный срок, на который просматривать. То есть, эта часть вообще дает по судьбе нам объяснение в принципе. И следующая часть будет говорить о том, как отношения будут складываться в ближайший год и каким образом вы вообще можете воспринимать его, насколько серьезно после того, как вы будете видеть его отношение к вам. Первое, что мы смотрим, это его мысли относительно вас. То есть, здесь именно не об отношениях, а именно о вас, каковы его мысли по поводу вас как человека, как женщины. Следующий вопрос, это его чувства к вам, то есть, любовь ли это с его стороны. Его намерения к вам просматриваем следующим арканом. Почему вас к нему тянет? В чем причина вот этого притяжения к нему? Что он хочет от вас на самом деле? Его недостатки для вас в этом общении? Его достоинства для отношений с вами? Чем вы его можете отталкивать? Чем вы наоборот его привлекаете? Чего не будет в ближайший год в ваших отношениях? И сейчас мы здесь две карты даже просятся на позицию. Когда просятся, нужно оставлять. Что может быть в ближайший год? И совет карт для вас. А также мы сделаем следующим образом. Как в целом будут складываться между вами отношения? Не предвидится ли расставание, например, в ваших отношениях? Не предвидится ли прекращение общения полного? И вот сейчас мы будем смотреть, что у нас получается по данному большому раскладу. И что вам по судьбе с обозначенным человеком. Для чего вам эти отношения по судьбе? Для чего ему эти отношения по судьбе? И что вам и ему не по судьбе в этих отношениях? Ну вот смотрите, судя по всему, эти отношения будут идти на протяжении долгих лет. Потому что данная ситуация говорит о том, что вам они даны для того, чтобы увидеть истинные ценности в жизни. И в том числе ценность патриархальной семьи. И знаете как? Это вот такой момент, когда вы сможете сравнить отношения игры стабильной, которая на протяжении нескольких лет может длиться. И отношения в обычной семье, как они складываются. И вы сможете, соответственно, делать свои выводы. Но здесь есть определенный риск того, что если все это будет слишком явно, то вы рискуете потерять свою семью. Но на ближайший год пока этих рисков глобальных не выходит. Но здесь сразу сделаю небольшую ремарку. Отношения в вашей семье, которые есть у вас, они могут выходить косвенно. Потому что расклад именно о вас и задуманном человеке, о судьбе вашей пары. Соответственно, отношения в вашей семье и в его семье, они могут только косвенно, если это как-то влияет на ваши отношения, показываться. Для него вы тот человек, на котором замыкается как будто бы его мир. Но у него бывают такие промежутки, когда он исчезает и может в интернете даже не отвечать. И здесь мы можем говорить о том, что он в отношениях с вами как будто бы не чувствует себя понятым окончательно. Но вместе с тем набирается мудрости в этих отношениях. И учится, будем так говорить, при общении большей конфиденциальности и какой-то такой более серьезному подходу к отношениям. Конечно, вам в этих отношениях не по судьбе скучать. Не в смысле скучать по человеку, а именно за скучать в отношениях, когда все приедается. Но также мы можем говорить, что ваши, скажем так, чувства по отношению к нему не настолько глобальны, чтобы это разбивало вам сердце. И именно сердечные переживания, которые будет очень тяжело выносить, вы здесь в этих отношениях как раз таки и не получите. А для него это те отношения, в которых он не хочет ни ругаться, ни быть одиноким. И он не хочет перекрывать себе доступ к этим отношениям. Поэтому для него эти отношения это те, за которые он будет держаться. Его мысли об этих отношениях. Но вы знаете, вы ему даже снитесь во сне. Вы для него это вот девушка из грез, будем так говорить. Вы знаете, вы та женщина, которая меняет его жизнь и заставляет чувствовать себя победителем. Также у него очень часто есть размышления по поводу того, насколько, ну вот это по выпавшей карте, по данным арканам мы можем сделать вывод. С его стороны есть определенные переживания и интерес к тому, каким образом складываются отношения в вашей семье. И каким образом вы находите общий язык с мужем. Также у него есть переживания по поводу того, именно как складывается любовная линия ваших отношений. Ваших отношений именно с супругом. Здесь мы сделаем небольшую ремарку. И его это действительно интересует, заставляет переживать. И если говорить о его отношении, то он вроде бы готов прийти на помощь, если нужна будет какая-то поддержка. И он может именно даже физически помочь, то есть шкаф затащить там на 15 этаж, еще какие-то действия совершить. Но при этом это не тот человек, который будет вкладываться в вас глобально. И здесь можно говорить о том, что он готов идти навстречу, открываться в определенные моменты времени для того, чтобы получить ваше расположение. Потому что вообще вы его заставляете как будто бы быть мягче. Именно когда он общается с вами, он немножечко становится более ласковым. При этом он понимает, что вы для него определенного рода наваждение. Потому что у него есть зависимость от вас. Буквально вот его тоже тянет. И его буквально тащит в вашу сторону периодически. Хотя он может быть и пытается упираться, но у него это не получается в данном случае. На ближайшие полгода для вас и на ближайшие полгода для него. Какие важные ситуации могут произойти в отношениях. Но вот смотрите, что касается вас, то это формат отношений, который называется любовным треугольником. То есть он будет продолжаться и сохраняться. То есть эти отношения даже в своей нестабильности будут оставаться стабильными. И в ближайшие полгода, по всей видимости, расторжения этих отношений не стоит ожидать. Для него в данном случае может быть какие-то важные события. Такие как встречи выпускников, размышления о прошлом. Но и эта карта говорит о том, что у него может родиться ребенок. И в данном случае карты еще говорят о том, возможно, это девочка. Ну, наиболее часто падают такие карты именно на девочек. Это если нам показывают ситуацию с деторождением именно карты. Поэтому если, скажем так, вы опасаетесь того, что может случиться беременность, то при встречах на вам нужно уделять большое внимание контрацепции. Ну, а если у него планируется в семье действительно пополнение, то это пополнение случится в ближайший год. Но даже в полгода в ближайших вы уже как бы можете узнать о том, что его супруга, например, ждет ребенка. Если эта речка идет не о том, что рождаются дети, то в таком случае речь здесь идет о том, что он может действительно вспоминать о чем-то, что было раньше. Это может быть какой-то вечер, посвященный именно тому, как складывались ваши отношения. И это налаживание большего какого-то доверия между вами. Вот такой двоякий получился здесь у нас вариант. Вот эта позиция, ее можно и так толковать, и так. Но это в дальнейшем, в ближайшие полгода для вас станет более ясным. Но, кстати говоря, даже если он узнает о вашей беременности или о беременности супруги, здесь мы можем говорить о том, что он не желает того, чтобы были дети еще. И чтобы он не говорил, он на сегодняшний день боится появления детей, рождения детей, и он этого не хочет. То есть здесь вот могут быть проблемы именно с его стороны. Следующие моменты. Это вторая часть расклада, которая будет говорить о том, что будет происходить в ближайший год. Первое, это его мысли, чувства к вам и намерения. Но он считает вас честной. Он считает вас достаточно откровенно. Он считает, что вы говорите то, что думаете очень часто. И, в принципе, даже иногда он может вас называть правдорубкой. То есть он говорит о том, ну вот ты просто сказала, как отрезала. И он считает, что вы всегда стараетесь принимать решения в пользу любви и в пользу чувства. То есть он чувствует в вас именно тепло, и он считает, что вы любите его. Что касается чувств, ну у него некое такое выжидание. И знаете, вы для него именно в чувствах, как что-то очень дорогое, как какой-то самородок, которым он обладает. И для него потеря вас была бы очень болезненной. Потому что он за вас будет цепляться руками и ногами. И всем, что торчит. То есть в данном случае он действительно будет ждать продолжения отношений с вами. В намерениях говорится, что да, отношения будут, но при этом это будет опять же уже тут кэп очевидность, любовный треугольник. Но карты просто подтверждают это. И карты говорят еще о том, что он действительно в отношениях с вами не готов при этом ничего менять в своей жизни. Но вас могут посетить новости, то ли о его жене, то ли о какой-то женщине из его круга. Следующий вопрос. Почему причина? Почему вас тянет к нему? Ну вы знаете, объективных причин, будем так говорить, здесь нет. И здесь может речь идти о том, что у вас определенная разруха, какие-то трещины, которые есть в семье, и какие-то нюансы. Вот есть что-то, мы не анализируем сейчас вашу семейную жизнь, потому что вопроса подобного не было. Мы анализируем на другую тему, как бы проводим расклад. И здесь я могу сказать, что именно ваша семья, и возможно даже ваша семья, не только речь идет о вашем супруге, но еще и о других родственниках, является почему-то косвенной причиной того, что вас тянет к данному мужчине, о котором идет расклад. Что он хочет от вас? Он хочет от вас, чтобы вы были рядом. Он хочет серьезных отношений с вами. И он бы, конечно, хотел, чтобы вы были его единственной женщиной, будем так говорить, основной. Но он, конечно, обижен на ваше какое-то хладнокровие, как он считает, с этой стороны. Но, вы знаете, с другой стороны, тоже идти на поводу у мужчины и постоянно соглашаться со всем, что он говорит и что он требует, в данном случае не надо. По всей видимости, вы занимаете действительно правильную позицию, потому что это заставляет его вновь и вновь вспоминать и думать о вас. Следующий вопрос – это его недостатки в отношениях с вами. Но здесь есть лишняя какая-то, может быть, восторженность и возведение с его стороны вас на пьедестал. То есть он мыслит какими-то, немножечко не от мира с его категориями в данном случае. И здесь даже в его обещаниях, в его отношении к вам больше прожектов каких-то, чем реально предпринимаемых действий. Достоинства для отношений с вами. Но это тот человек, который является манипулятором, и он умеет оказывать на вас давление и проявлять свою власть, заставлять вас поступать так, как хочет он. Действительно. И это тот человек, который решает за вас некоторые вещи в данных отношениях, и это его несомненное достоинство. Чем вы его можете оттолкнуть? Вы его можете оттолкнуть чем-то, что касается сексуального аспекта, то есть полной позиции взаимности. Если вы начнете торговаться ты мне, я тебе в сексуальном аспекте, именно при сексуальных контактах. И это, конечно, будет его отталкивать, это охладит его пыл моментально. Но это к чему? Это для того, чтобы вы просто знали некоторые вещи. Если вам нужно будет сманипулировать в данном аспекте, вы сможете использовать это далее. Следующий вопрос. Чем вы можете, наоборот, его привлечь? И здесь карты говорят о том, что если вы будете подавать весточку о себе почаще, если вы будете хвалить его в каких-то сообщениях и чаще выражать позитивные эмоции, это будет его притягивать. Ну, в принципе, как любого нормального человека, который хотел бы хорошего, доброго к себе отношения. Это, конечно, позитивный момент в данном случае. Ну, и, конечно, здесь ключевыми вопросами является, чего не будет в ближайший год в ваших отношениях и что, наоборот, может быть. Ну, вот смотрите. В ваших отношениях не будет далеко идущих планов. И есть еще один интересный момент. Если вы каким-то образом столкнетесь с темой финансов, с темой вложения или покупки, или по ремонту автомобиля, например, это тоже косвенно здесь может выходить по данной позиции, то он вас не обманет. То есть, если он скажет, вот, например, вы покупаете машину в ситуации, он скажет, вот эту машину бери, ему можно верить, то есть он искренне что-то может посоветовать. И это что-то искреннее и полезное будет действительно для вас приемлемо и может сослужить вам добрую службу. При этом мы можем говорить о том, что в данном случае не будет какой-то переоценки отношений. То есть эти отношения не перейдут на какой-то новый уровень. Вот на том уровне, на котором они находились до сегодняшнего момента, на том уровне они будут оставаться. И вместе с этим они могут стать более устойчивыми, то есть они могут стать более ровными, более спокойными. Вы лучше поймете его, он лучше поймет вас, и, соответственно, у вас немножечко может измениться климат отношений, и он не будет каким-то взрывным. И вы, может быть, так его не будете отталкивать в дальнейшем. Ну, по крайней мере, вот здесь вот мы смотрим, давайте еще, как могут складываться отношения. Но вы знаете, вот такое стремление к прогрессию, сохранение браков, как у вас, так и у него, потому что здесь вот есть именно, видите, такие вещи, которые несут убыток для брака, но не настолько разрушительны, чтобы эти браки разрушить. Однако в одном из браков может наметиться интересная тенденция. И поскольку речь не конкретно о вашем браке, и не конкретно о его браке, поэтому загадка сие великая есть. Для вас, скорее всего, брак будет сохраняться, а вот с его стороны могут быть некоторые проблемы у него в семье. Какого рода эти проблемы, можно осмотреть, конечно, если это вам интересно, отдельным раскладом, и просматривать именно то, что происходит у него, к чему стремится он в том браке, к чему стремится его супруга, чего они хотят, и есть ли риск того, что их брак распадется, например, в ближайшем будущем, ближайшие полгода-год. Но это зависит от формы расклада, который может быть по этому поводу. Но здесь в целом я могу сказать, что для вас на сегодняшний день семья сохраняется, и для вас это будет и дальше формат именно любовного треугольника. А вот в его случае может быть даже некая ссора и вот такие вот отношения, которые на время даже могут прерваться. Такое ощущение, что люди станут друг другу абсолютно чужими. Может быть какая-то, кстати, мимо пролетающая девушка в его судьбе, помимо супруги и помимо вас, о которой вы можете что-то узнать. То есть не только супруга, не только вы, но еще какая-то девушка может быть, которая, соответственно, как-то повлияет на ваши отношения, о которой он будет действительно обманывать. Еще мы можем говорить о том, что он может предложить вам какого-то рода поездку. А вот уже по совету карт мы сейчас будем определяться, куда вам ехать, куда вам не ехать. В первую очередь карты говорят о том, сохраняйте чувство собственного достоинства или обратите внимание на то, как ведет себя мужчина. Какой мужчина? Я вам сейчас опишу. Значит, здесь говорится о том, что вы можете вести себя, следуя совету карт, иногда даже парадоксально, но в данном случае карты говорят, может быть, и о другом человеке. Смотрите, по описанию характера, этот человек такой вот душа компании, такой вот король солнца, которого все замечают, который действительно обращает на себя внимание и на которого обращают внимание окружающие. И по нему сходит с ума женщин. То есть не то, чтобы сходит с ума, но обращают на него внимание. И вот здесь момент следующий. Если есть такой человек в вашем окружении, то вы должны вести себя с ним несколько парадоксально и немножечко от него отдалиться, сделав какой-то такой вот небольшой перерыв в отношениях от четырех дней до четырех месяцев. Это здесь уже в зависимости от ситуации, как она складывается у вас с этим человеком. Если такого человека, которого описала я по характеру, нет, то в таком случае вы должны в этой ситуации сохранять чувство собственного достоинства. Если есть необходимость защитить себя и резко где-то оборвать человека, то есть его загаданного мужчину, в каких-то его высказываниях, то вы это можете делать опять же и не чувствовать себя при этом сколько-нибудь смущенной. И вообще это в основном те карты, которые говорят о том, что в первую очередь вы должны обращать внимание на себя и на свой душевный комфорт в отношениях с этим человеком. Вы должны относиться к этому достаточно серьезно и в первую очередь проявлять здоровый эгоизм, а не что-то другое в данной ситуации. Как всегда под конец расклада я советую пересмотреть еще один-два раза расклад, столько, сколько будет нужно, потому что информации идет достаточно много и за один раз ее просто невозможно запомнить. Поэтому, конечно, расклад обязательно нужно пересматривать и вы сможете пересматривать его и позже, уже если будете сталкиваться с каким-то, допустим, непониманием с его стороны. Что касается каких-то дополнительных вопросов по данному раскладу, которые могут у вас возникнуть, то я могу сказать сразу, что они обычно не возникают и расклад дает ответы на все возможные вопросы по той теме, которую мы рассматривали, по расставленным позициям. Если и возникнет какой-то вопрос, то не более одного вопроса и не более чем через час после просмотра вами расклада, потому что я после расклада обычно его просто не помню. То есть, если я запомню, о чем идет речь, то я вам что-то ответить смогу. Если нет, то нет. Почему я стираю кэш? Для того, чтобы сейчас открою великую тайну в очередной раз тем зрителям, которые там не слышали еще. Когда я делаю расклады, иногда там до 20 раскладов в сутки, естественно, если я буду тащить информацию о первом человеке, который, например, болеет чем-то, и я вот на него делаю расклад, и потом тащу эту информацию в ваш расклад, запоминаю, пережевываю, переживаю ее, то эта информация, соответственно, может дать нехорошее влияние и нехорошее последствие для того, кто следом заказывает расклад. Поэтому я минимизирую соприкосновения судеб людей для того, чтобы они не соединялись и не перекликались с своими проблемами. Поэтому я всегда говорю, что сделал расклад, сотри кэш, забудь о чем этот расклад был. Плюс ко всему это помогает, когда ты делаешь расклад человеку, который обращается к тебе не в первый раз. И когда ты запоминаешь, пересматриваешь расклады этого человека, то ты начинаешь за уши притягивать те события, которые видишь в следующих раскладах, а они могут выходить кардинально противоположными, потому что наша судьба меняется, она не статична, она статична только в очень малой доле случаев, и мы способны ее менять. То есть карты, может быть, предупреждают о чем-то, и раз они предупреждают, то большая доля вероятности, что вы сможете избежать этих неприятностей. Поэтому не стоит относиться как к предопределению, скорее как к возможному развитию ситуации при том, как сейчас идет процесс. Но если вы хотите что-то изменить, соответственно, вы можете вмешаться в свою судьбу. А я желаю всем благополучия, удачи, до встречи, до свидания. Продолжение следует...